Приветствую вас и, к сожалению, найти общий язык с матерью в том плане, что вот поменять ее отношение к себе у вас не получится, потому что мама у вас, человек сама в душе глубоко несчастный. И у нее, у самой есть много комплексов, много проблем, много каких-то мыслей неприятных, много всего еще, и все это идет из ее прошлого, из ее опыта жизненного. И в силу того, что она сейчас, полагаю, достаточно пожилая женщина, поменять ее возможно мне представляется. Вы сделали правильно, что, конечно же, переехали, но пытаться с ней наговаривать не стоит, по крайней мере, пытаться что-то ей доказать. Потому что она вас не слышит, она слышит только себя. А то, что она слышит от себя, это проявление ее негативных эмоций, проявление ее негативных переживаний, проявление негативного опыта. И этот негатив у нее постоянно находит выход на вас. Конечно, разрешение ее внутренних противоречий, работа с ней могла бы помочь. Помочь пересмотреть свои ориентиры, ценности и так далее. Но из-за сомнений в том, что она будет работать таким образом, думаю, что вам остается только одно. Сохранять спокойный, доброжелательный нейтралитет. То есть, все ее слова относительно вас воспринимать как пустое, не придавать этому значения. Все, что она говорит вам, это ее переживания, это ее проекции на вас. То есть, она проецирует на вас какие-то свои личные вот переживания. Переживания, связанные с деньгами, переживания, связанные с замуществом, переживания, связанные с внешностью и так далее. Это ее переживания. И к вам они отношения не имеют. Просто вы стали предметом проекции. Вы стали той точкой, на которую ваша мама проецирует свои собственные негативные образы. Вот это все, что я сказал, подтверждается ее жизнью. Постарайтесь проанализировать ее жизнь. Просто вот представьте, как она жила, что у нее было хорошего, что было плохого. Почему она стала такой? Почему она стала такой? Уверен, вы найдете причины, объясняющие ее поведение. Причины, объясняющие ее... Ее такое вот отношение к вам. И эти причины помогут вам понять, убедят вас в том, что к вам отношение, ну, никакого не имеет ее слова. И все, что она говорит касательно вас, не является правдой. Другое дело, что вот вы пишите, что в 17 лет обеспечиваете себя сами, переехали там к друзьям и прочее. Вот ранее обеспечивание себя, это, конечно, хорошо. Только нужно помнить и осознавать, ради чего вы делаете эти действия, почему вы так поступаете. Потому что, если вам движет желание доказать матери что-то, вы так и будете все время что-то ей доказывать. Не живя при этом своими чувствами, своими эмоциями, своими желаниями. А маме вы все равно ничего не докажете. А между прочим. И вот это нужно отделить. Отделить желание доказать маме что-то. И соответствующие усилия. И ваши собственные желания, цели и стремления. И соответствующие усилия. И свое внимание, приоритет отдавать именно второму, то есть лично вам, и только так вы можете быть счастливы. Что касается вашей мамы, то периодически узнавать, как у него дела можно, пропуская мимо ушей то, что она говорит. Если потребуется помощь, реальная помощь, вы в этом убедитесь, помогите, конечно же. То есть совсем полностью не теряйтесь. Но держите дистанцию. Держите дистанцию, действительно не пролетят. Либо вы будете всегда рядом и сможете оказать маме помощь, либо вы увидите, как она осознает, что вас может потерять и смягчить свою позицию. Но без усыновления личных границ ваших для мам, боюсь, ее влияние на вас не исчезнет, даже если вы будете жить отдельно. И, естественно, проработка ваших комплексов. Это тоже необходимо. То есть, конечно, я сказал от счастья, что вот церковь, она вам говорит, что это неправда, и что это все продиктовано ее личностными переживаниями, которые идут из причин, кроющихся в ее жизни. Но, тем не менее, я думаю, ваши сомнения в себе необходимо развеивать через и проработку внешнего вида, и поведение, и осознание себя в отношениях, что вы хотите дать мужчине, что он вам может дать через достижение своих целей, повышение самооценки, увеличение достоинства, чувство собственной значимости и прочее. Все это вам нужно обязательно делать для того, чтобы обрести свой собственный взгляд на себя и избавиться от мнения вашей мамы на себя же. Ваш взгляд на себя будет объективным, взгляд мамы будет субъективным через призму своих переживаний. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.